Новый канцлер Австрии Карл Нигамер заявил, что санкции против газопровода Северный поток-2 из-за ситуации на российско-украинской границе нанесут ущерб Евросоюзу. Об этом он сказал в интервью газете The Welt. Канцлер призвал ввести газопровод в эксплуатацию, как и планировалось, поскольку страны ЕС нуждаются в газе и нефти. Цитирую, я не связываю ввод в эксплуатацию Северного потока-2 с поведением России в Украине, но ясно и то, что насилие не может являться политическим средством. Нарушение международного законодательства будет иметь соответствующие последствия, как это уже происходило в прошлом, сказал Нигамер. Министр иностранных дел Германии Анна Леннебербак заявила, что газопровод Северный поток-2 пока не может быть сертифицирован из-за несоответствия требованиям европейского энергетического законодательства. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ему сложно представить, как Северный поток-2 заработает, если Россия применит военную силу против Украины. Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, заявил, что Северный поток-2 – это способ давления на Россию. Давайте послушаем. Когда дело доходит до Северного потока-2, дело в том, что газ в настоящее время не проходит по трубопроводу, а это означает, что он не работает, а это означает, что это не рычаг давления для Путина. Более того, это рычаг для Запада, потому что если Владимир Путин хочет видеть поток газа по этому трубопроводу, он, возможно, не захочет рискнуть вторгнуться в Украину. То есть мы видим разные позиции по отношению к вот этому трубопроводу Северный поток-2. Кстати, комментируя вот ситуацию с газопроводом, противниками строительства которой являются США, Украина и несколько стран ЕС, министр иностранных дел Германии Бербак в интервью телекомпании CDF сказала, что коалиционное соглашение нового немецкого кабинета министра предусматривает, что по вопросу газопроводов он будет соблюдать европейские нормы. С регулятором продолжается работа, компания выполняет все требования регулятора, здесь надо просто набраться, а, простите, это не Бербак, это сказал уже Песков, это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал технической и бюрократической работой процесс сертификации Северного потока-2. Но вот то, о чем говорила Бербак, она сказала вот эти фразы о том, что необходимо, чтобы была проведена сертификация этого Северного потока-2. Я сказала на это в интервью 12 декабря, а уже в понедельник, 13 декабря, стоимость газа на европейском рынке снова превысила 1350 долларов в пересчете на 1000 кубометров. И одновременно на этой неделе сократилась генерация из возобновляемых источников, сообщает украинский ресурс UBR. В понедельник ветровые электростанции покрыли лишь 10% производства электроэнергии в Европе. И на данном этапе запасы газа в подземных хранилищах достигли отметки 62% от максимальной вместимости, что на 16 пунктов ниже среднего значения за последние 5 лет. В общем, ситуация такая, да, то есть, с одной стороны, есть непринятие вот этих введения Северного потока-2, с другой стороны, есть давление отдельных стран о том, что нужно вводить этот Северный поток в действие и развести вопрос отношения Украины-России, возможного нападения, ну, вторжения нового России на территорию Украины и достройку этого Северного потока-2. И на самом деле, вообще интересно, говорит ли это о том, что внутри Европейского Союза теперь вот есть два разнонаправленных каких-то таких, ну, вектора вообще возможного развития событий. С нами на связи сейчас российский политолог Игорь Эйдман. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. На ваш взгляд, вот эта ситуация с заявлением канцлера Австрии, может ли она говорить о том, что в Европейском Союзе могут все-таки, как бы, возобладать те силы, которые выступают за более тесное сотрудничество с путинской Россией? Ну, нет, я не думаю. Дело в том, что Австрия известна уже не первый год, да, как страна, наверное, в наибольшей стерео, одна из лекарсменов, что называется, в Европейском Союзе, да, по влиянию российской агентуры, по проникновению гибридных всяких, с помощью гибридных технологий Кремля в политическую элиту и так далее, и так далее. И, в принципе, от Австрии ничего другого, собственно, и не ожидалось. Гораздо важнее позиции Германии, гораздо более влиятельные в Евросоюзе страны, и новое правительство Германии, новый министр странных дел Германии от партии «Зеленых» Анна Ленна Дербок, они явно демонстрируют довольно жесткий подход к российским угрозам в адрес Украины, и, очевидно, готовы пожертвовать «Северным потоком» в случае обострения ситуации там. А, кстати, один очень интересный момент, да, насколько, как вы полагаете, смогут оказать влияние на «Газпром» непосредственно с тем, чтобы были выполнены условия распределения, то есть имеется разделение, что не может быть одновременно компания и поставщиком, и транспортировщиком. Пойдет ли на это «Газпром» или не пойдет? — Дело в том, что на что бы там ни хотел идти или не идти «Газпром», определять все-таки ситуацию будет новое немецкое правительство. Я думаю, оно довольно жестко будет строить отношения с «Газпрромом» в любом случае, даже в случае, если, к счастью, никакие путинские угрозы в адрес Украины в ближайшее время не реализуются. Я думаю, даже в этом случае судьба «Северного потока» не очень предсказуема, и если даже можно ее как-то прогнозировать, то это будет не очень оптимистичный с точки зрения Кремля прогнозы. Я практически уверен, что немецкое правительство в любом случае, даже если этот проект в каком-то виде будет введен в действие, делать все, чтобы снизить его влияние, чтобы сделать его не столь масштабным, как планировала Россия. Понятно, спасибо вам. Игорь Эдман, российский политолог, был на телефонной связи со студией радио «Крымреалии». Но есть еще несколько заявлений, которые тоже связаны напрямую. То есть, вот смотрите, с одной стороны были заявления о том, что «Северный поток-2», он будет восстановлен, остановлена по нему передача газа, которая еще до сих пор не началась, в случае, если Россия продолжит свое вторжение в Украине. С другой стороны, есть заявления некоторых европейских лидеров о том, что необходимо как можно скорее вводить этот «Северный поток». А с третьей стороны, есть рост цены на газ, который можно сейчас наблюдать на европейском рынке. Например, в понедельник цена превысила 1350 долларов, если в долларах считать, а во вторник уже даже 1400 долларов. Есть сообщения также о том, что Европейский Союз, наверное, после 2049 года отказаться от долгосрочных контактов на поставку газа в рамках своего «зеленого перехода». Документ будет опубликован 15 декабря, а 16 декабря будет обсуждаться на саммите в Брюсселе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующий законопроект. Ну и понятно, что в той или иной степени это тоже связано с Россией как с одним из поставщиков газа. А агентство Bloomberg также отмечает, что Еврокомиссия предложит меры по укреплению безопасности поставок. Учитывая, что этой зимой Европа имеет рекордные цены, но цены действительно как бы немаленькие на газ, и острый дефицит ресурса. Кроме прочего, есть предложение сделать резервные стратегические запасы газа, которые могут потребоваться при возникновении чрезвычайной ситуации. Их основой будет добровольные совместные закупки операторами транспортных систем. Цитирую, значит, повышенная напряженность в отношениях между Россией и Украиной чревата дальнейшим сокращением поставок, увеличивая риск того, что энергетический кризис сохранится и в следующем отопительном сезоне, подчеркнули в Bloomberg. Но вот выглядит эта ситуация приблизительно так. Через несколько секунд мы продолжим нашу программу, программу «Крымский вопрос». Ну и продолжаем программу «Крымский вопрос». На самом деле, нам было бы интересно услышать или прочитать ваше мнение о том, насколько вообще вот эта ситуация с газом и ситуация, связанная с ростом цен на газ, с этим «Северным потоком-2», она оказывает влияние на все европейское пространство, на Европейский Союз, на Украину, на Россию. Пишите ваши комментарии или звоните к нам в эфир. А с нами сейчас на связи глава Украинского бюро комплексного анализа и прогнозов, эксперт по вопросам энергетики Сергей Дьяченко. Сергей, приветствую вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, да. Сергей, что происходит вообще с газом сейчас на европейском рынке? Да. Сейчас на европейском рынке происходит ситуация, когда процентов 25-30 рынка, которые проходят через спот, значит, по завышенным ценам торгуется, ну, где-то за 1000 долларов, за 1000 кубов. А остальная часть рынка, который на долгосрочных контрактах, в общем-то, газ поставляется по ценам, ну, более-менее лояльным, в районе 250-300 долларов. А скажите, эта цена, она связана с какими-то политическими заявлениями или же действительно есть дефицит газового топлива и поэтому растет цена? Нет, на сегодняшний день нету дефицита газового топлива, просто Россия немножко придерживает поставки газа на минимальном контрактном уровне, мотивирует это тем, что для полноценных объемов поставок нужен ввести в действие, так сказать, Северный поток-2, потому как украинская газотранспортная система опасная, негодная никуда и так далее. Ну, там нужно подчеркнуть. А на ваш взгляд, после введения этого Северного потока-2, зависимость других стран, зависимость стран Европейского союза от российских поставок газа, она увеличится или уменьшится? Можно еще раз вопрос из-за Никита? А если, значит, если вот будет введен или когда будет введен этот в работу Северный поток-2, зависимость стран Европейского союза, она увеличится или уменьшится от российских поставок газа? Совершенно верно, увеличится, потому что, с одной стороны, Россия почти наверняка увеличит объем поставок, и второе, также станет практически монополистом-транспортером. Угу. А, кстати, как вы думаете, будет ли настаивать Европейский союз на том, чтобы разделили, вот, ну, есть это европейское требование, что не может быть одновременный продавец и транспортер газа? Конечно. Ну, сертификация почти наверняка будет на этих позициях. Угу. Россия пойдет на это? Ну, вот Газпром, собственно говоря, на такое? Да, там выхода другого не будет. Угу. Понятно. Сергей Диченко с нами был на телефонной связи. Глава Украинского бюро комплексного анализа и прогнозов, эксперт по вопросам энергетики. Но, еще раз напомню, почему мы сегодня говорили. Потому что, вот, в понедельник и во вторник росли цены на газ, ну, вот, на такие, на краткосрочные, это, что называется, не по долгосрочным ценам, и цена составляла 1350 и 1400 долларов. Но, вот, как сказал Сергей Диченко, это приблизительно все лишь там 20-30% от общего объема рынка. Это большинство, большая часть рынка поставляется, газа на этом рынке, она поставляется по ценам, которые, там, ну, в районе около 300 долларов за 1000 кубометров. И это основная масса газа. А вот, по словам Сергея Диченко, Россия, ну, я так понимаю, да, сейчас придерживает этот газ и не поставляет достаточное количество газа на территории Европы, пытаясь каким-то образом добиться, все-таки, скорейшего ввода северного потока. Получается очень интересная ситуация. То есть, с одной стороны, этот северный поток, его введение и поставки по нему газа, есть мнение, что если запретить по нему поставлять газ, то это будет такой серьезной санкцией в отношении России в случае российского, нового российского вторжения на территорию Украины. С другой стороны, то же самое введение этого российского газа увеличивает, по словам экспертов, увеличивает зависимость европейского, стран Европейского Союза от России как практически, ну, не монопольного, но одного из главных ключевых поставщиков этого самого газа. И тогда получается такая взаимозависимость. Наверное, как и очень многие, много вещей в этом мире. И непонятно вообще, по кому ударит, может это ударить больше. Вопросов достаточно много, мы будем искать ответы в программах радио Крымреалия на все вопросы, которые вас интересуют. Я Александр Рынковский, прощаюсь с вами, услышимся завтра. Всего вам доброго.